Высказывайте свое мнение, участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Мне болит корректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены из линии. Если мы дрогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Народная волна. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, подошло время. Нам с вами встретиться в программе «Неполиткорректное ток-шоу». Я ее ведущий, Анатолий Червец. Как обычно, участники все вы, которые позвоните, наберете номер телефона 847-400-5200. Вы нас можете видеть и слышать на нашей страничке в интернете radio-nvc.com, на нашей страничке Facebook Radio-nvc и на нашем YouTube-канале Radio-nvc. Программа, думаю, сегодня у нас будет интересная. По крайней мере, я постараюсь, приложу максимум усилий. Ну и еще раз номер телефона в студии 847-400-5200. Ну, а поговорить я бы сегодня хотел о такой интересной ситуации, которую мне навеяло интервью губернатора штата Нью-Йорк. И потом, то есть я говорю, конечно же, о Эндрю Комо и о одной из членов Палаты представителей от штата Нью-Йорк. Это Александра О'Кассио-Кортес. Или, как ее называет мой любимый Rush Limbaugh, Александрия О'Кассио-Кортес. Ну, в общем, одна и та же, один и тот же персонаж. Так вот, что же меня натолкнуло вот именно на идею поговорить насчет этих двух так называемых политиков. Вчера в интервью Эндрю Комо, ну, как вы знаете, особенно жители штата Нью-Йорк, вы знаете, что ваш губернатор из кожи вон лезет, чтобы как можно чаще появиться по телеящику, показать свою, ну, скажем так, морду лица. Он, наверное, считает, что это приносит людям удовольствие, которые смотрят телевизор. Но вот вчера он отличился тем, что во время пресс-конференции своей же ему был задан вопрос. Вот вы, господин Комо, вы очень недовольны тем, той ситуацией, где наш президент Трамп все-таки хочет вернуть Америку в какое-то более-менее нормальное русло для того, чтобы люди вышли опять на работу, для того, чтобы начать поднимать экономику и так далее. При этом хочу вам напомнить, ну, а может быть, некоторым даже сообщить новость, что вышли данные по, вот, за последнюю неделю по количеству людей, которые ушли на unemployment только за последнюю неделю. Так вот, 4,5 миллиона человек всего-навсего за последнюю неделю ушли на unemployment. Итого, у нас на сегодняшний день количество людей безработных или тех, которые подали на unemployment увеличилось до 26,5 миллиона человек. Но для того, чтобы вы примерно поняли, что означает эта цифра, это то количество людей, которые устроились на работу с 2008 года. То есть, вот с тех пор, как у нас в стране, ну, и во многих других странах грянул вот этот кризис финансовый, многие люди потеряли работу и так далее. И вот с тех пор, когда началась так называемая рекавери, до, буквально до прошлых двух месяцев, скажем так, ну, где-то до начала марта, у нас безработица была практически нулевая. Почему? Потому что там процент составлял 2,8-2,9, что при сегодняшнем, или на тот момент, это, в принципе, составляло нулевую безработицу. То есть, люди все те, которые хотели работать, они все работали. Так вот, за последние два месяца 26 миллионов, 26,5 миллионов человек им пришлось уйти на unemployment. Теперь, те из вас, которые работали, которые работают, которые получали нормальные, хорошие зарплаты, особенно последних 4 года, те, у которых пенсионные фонды зарабатывали хорошие деньги, проценты за последние 4 года того, как биржа ползла вверх. Причем она даже не ползла, она просто взлетала вверх, потому что мы, было время, где мы чуть ли не каждый день били рекорды предыдущего времени. Так вот, те из вас, которые действительно получали деньги, работали, зарабатывали, которые прекрасно понимают, что уход на unemployment происходит не от хорошей жизни. Люди теряют способность зарабатывать, так как компании закрываются, компании сокращают должности, компании перестают вести какие-либо торговые отношения и теряют доходы, и все это влечет за собой либо сокращение, либо увольнение рабочей силы. И вы, опять же, вы все прекрасно понимаете, что это все происходит не от хорошей жизни, и даже те, которые уходят на unemployment, они ведь не получают полностью ту сумму зарплаты, которую они получали в тот момент, когда они работали. То есть вы получаете какой-то процент от зарплаты, и при всем при этом самое страшное, наверное, что происходит с вами, если вы были тем членом семьи, который предоставлял медицинскую страховку всей своей семье, будучи сокращенным на работе или будучи уволенным с работы, вы теряете вот эту страховку, то есть в том смысле за те деньги, которые с вас высчитывали в течение месяца. То есть мы говорим о том, что, допустим, нормальная семья из четырех, ну такая среднестатистическая семья из четырех человек, муж, жена, двое детей, страховка на такую семью, человеку, который работал, и там, где работа доплачивала какую-то часть суммы за эту страховку, ну вот в семье такая страховка стоила, допустим, где-то в районе, скажем, там, 390-420 долларов в месяц, то есть вас удерживали именно вот эту сумму в счет вашей страховки. Теперь же, когда человека сокращают либо увольняют, для того, чтобы не потерять страховку вообще, человеку приходится брать так называемую опцию КОБРА. КОБРА – это нехорошая очень ситуация, где вы, да, вы продолжаете сохранять качество своей страховки, но при этом обычно ваша сумма платежки, то есть, так как компания перестает доплачивать вам за вашу страховку, ваша сумма страховки увеличивается где-то в районе до 1600-1800 долларов, и это все выходит уже из вашего кармана. То есть, мало того, что вы теряете часть своей зарплаты, уйдя на unemployment, вы еще и платите в два-три раза больше за то, чтобы ваша семья была застрахована. И вот при такой ситуации многие люди или разные люди относятся по-разному к тому, что нас насильно удерживают в домах, без работы и так далее. Ну и вот мы знаем, что в некоторых штатах началось это действие, я имею ввиду демонстрации против удерживания дома. Началось это в трех штатах, вернее, началось оно все с одного штата, со штата Мичиган в городе Детройт, потом это переметнулось это пламя на штат Миннесоту, потом оно переметнулось на другие штаты на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, 20 штатов из 50 сегодня получили вот эти демонстрации людей, которым, ну, люди, им не то, что им надоело сидеть дома, то есть я прекрасно понимаю, что эти люди может быть и посидели дома еще два-три месяца, если бы у них финансовая ситуация оставалась в том же ключе, то есть полная зарплата, не частичная стоимость страховки и так далее. К сожалению, так как все намного хуже, люди начинают бастовать, то есть посидели недельку, посидели две недельки, некоторые посидели уже месяц, полтора, и люди начинают понимать, что дальше просто невозможно. Невозможно сидеть дома, невозможно не работать, невозможно не получать, не зарабатывать деньги, невозможно не предоставлять страховку членам своей семьи, и люди начинают потихоньку выходить на демонстрации. Ну и вот во всей этой неприятной ситуации был задан вопрос Эндрю Кому, господин губернатор, как же делать людям, которые просто не могут сидеть дома без работы. На что так называемый сердобольный в кавычках, но при этом я вам давно говорил о том, что у меня к этому человеку ужасное чувство неприязни, это человек, который самодовольный, самонадеянный, негодяй, которого абсолютно ничего не интересует, кроме собственного кармана и собственного эго. То есть его просто действительно никто и ничего не интересует. И все вот эти блеяния по поводу того, что у него болит сердце, по поводу вот всех людей, которые уже заразились, которые могут заразиться, которые... Все это, конечно же, абсолютная ерунда, это абсолютное вранье. Ничего его не интересует, кроме того, чтобы, во-первых, как-то удержать свою задницу от побоев и от того, чтобы как-то прикрыть свою задницу в случае того, чтобы, не дай бог, на него никто не подал в суд. Так вот, вот этот негодяй, да простят меня жители штата Нью-Йорк, если я вас кого-то обидел тем, что я называю Эндрю Кома негодяем, он ничего лучше не нашел ответить, чем сказать, ну, так а чего они сидят дома, пусть они идут работать, но работать они пусть идут и берут вот эти работы, которые так называемые essential, то есть необходимые. Ну, вот давайте примерно с вами прикинем такую вещь. На сегодняшний день, давайте мы ответим, примем звонок. Не дождался. Окей, перезвоните, пожалуйста. давайте мы сегодня представим себе вот такую ситуацию. Человек, который потерял возможность работать на дому, ну, я имею в виду потерял работу в офисе и который не имеет возможности работать дома. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, добрый день, это я не дождался. Да, привет, Евгений. Слушай, не хотел тебя перебивать, но я думаю, что сейчас и закон заклад. Так я тебе хочу сказать, помнишь, есть такие два выражения? Ты ты голодному не товарищ, и гусь сапогу не пара. Абсолютно. Абсолютно. Вот это мы и получили. Они все богатые, они все миллионеры, они могут идти дома еще, пока морковка не зацветет, ты понимаешь, жить до одного места. А все работяги, которые живут от ПЧ-ДПЧ, это их интересует, что можно сделать. Абсолютно. Абсолютно. Ты абсолютно прав, Генеч. Ну, вот такая вот. Так мы попали, ну, что можно делать? Да, кто-то из нас может собрал пару копейок, еще могут продержаться. А 90% американцев не имеют кушин, а им хватило на пару недель. И на этом все закончилось. Они дадут по 1200. Они пробухают, чисто так, знаешь, прокурят, пробухают, и опять пойдут на улицу и скажут, ребят, давайте там работать. Естественно. Абсолютно. Да, спасибо, Генчик, спасибо. Ты там аккуратней. Так вот, вот представьте такую ситуацию. Какой-то негодяй, типакому, который вас же засадил дома и сказал, ни в коем случае носа на улицу не казать, на работу не выходить, закрыл все рестораны, бары, ну, что мне вам рассказывать, да, и вот такой негодяй еще имеет совесть сказать, ну, так что, вы не хотите, идите, работайте на вот эти вот нужные, так называемые нужные работы. что сегодня из себя представляет нужная работа. Вот давайте мы разберемся для начала, для тех, которые считают, что, ну, ничего страшного, сказал и сказал, правильно сказал, да, значит, что такое сегодня составляет нужная работа. во-первых, это пожарники, это полицейские и это медперсонал, то есть, это люди, которые, во-первых, высококвалифицированы в своих отраслях и вряд ли сегодня, допустим, ну, возьмем так, чтобы никого не обидеть, я возьму себя, вот мне сегодня 57 лет, да, вы себе представляете, если я сейчас приду в полицейский участок, скажу, ребят, я пришел получать вот эту нужную работу, на меня посмотрят, посмеются, скажут, ты что, совсем уже крыша поехала, да, или, представляете, я пойду устраиваться на работу в пожарники, ну, или я решу, помните, как в этой сказке, по-моему, это был, ой, господи, по-моему, это был Чуковский, я бы, там, в грузчики пошел, пусть меня научат, как это должно, по идее, выглядеть, да, теперь, дальше, следующие, нужные работы, нужная работа, это люди, которые работают в таких магазинах, как Home Depot, Menard, ну, других, там, да, типа Home Improvement в магазинах, либо это работа в продуктовых магазинах, а теперь, то есть, я примерно так вам нарисовал картину для того, чтобы не вдаваться, не углубляться в большие подробности, а теперь давайте посчитаем, значит, магазины сокращают свой штат, потому что работают укороченные часы, если раньше магазины работали, там, допустим, до 10 часов вечера, сегодня они работают до 7, значит, укорачивается или сокращается штат, укорачиваются часы работы, рестораны не работают, магазины, то есть, бары не работают, ничего не работает, на улице 26,5 миллионов без работы, так вот представьте себе, куда, вот если все вот эти 26,5 миллионов придут в офис к этому дебилу кому и скажут, да, ты умный, давай устраивай нас на работу, вот я бы хотел посмотреть на рожу лица вот этого дебила, как бы он отбивался, во-первых, ему в офис не попасть это другой разговор, вот что бы он делал, если бы все вот эти 26,5 миллионов пришли и сказали, знаешь что, ты такой умный, вот давай нас устраивай на работу, это то, что касается вот этого идиота дебила кому, я уже не говорю о том, что вы понимаете, что такие люди проверяются элементарно, если этому кому полностью отменить все его кредитные карточки, отменить все его доходы и оставить ему просто на руках 2000 долларов, вот просто сказать, знаешь, Вася, больше у тебя ничего нет, вот у тебя 2000 долларов, когда ты получишь следующее, мы не знаем, не знаем, понятия не имеем, вот как бы этот прошу прощения дебил, вот как бы ему это понравилось, как бы это понравилось нашему притскеру, я имею ввиду нашему губернатору нашего штата, который будучи выходцем из семьи мультимиллионеров, который никогда в жизни работы не имел, он никогда в жизни не работал, вот как, если у него полностью отрубить ему все статьи доходов и оставить ему на руках там долларов 700, сказать, вот теперь живи, Вася, экономь, неэкономь, хочешь, кушай, хочешь, не кушай, есть деньги, ну, купи себе что-нибудь там пожевать, ну, нет денег, прости, брат, вон вода в крайне бесплатная течет, вот как вот этим всем умникам, как бы им понравилось, жить так, как они загнали практически всю страну вот в это, в эту безысходку, вот как бы они выживали в этих условиях, ну, я думаю, что вряд ли бы они там выжили, давайте примем звонок, добрый день, вы в эфире. Толяш, я еще раз, за Притскера, Притскер, когда-то, когда мой сын работал в одной компании, Притскер был клиентом, так вот, чеки приходили на Притскера из Вискансена, и у него офис находился, как сейчас, Притскера офис, находился буквально 100 метров от границы Вискансена и Линоя, только потому, что там не надо было платить определенные тексты, и когда Притскер ушел из своего дома, он снялся в те туалеты, чтобы тоже не платить за этот самый прапортный текст, так как его дом считал, что в нем жить нельзя. Да? И все, это наш губернатор, который такой весь у себя и миллиардер, но лишнюю копеечку заплатить государство совершенно не хотел. И при этом разворовывает половину казны сегодня. сам по-черонски мы имеем дело, но... Да, да, спасибо. Да, в принципе, так оно и получается. То есть, люди, которые вообще, то есть, ну, безбашенные в том смысле, что вообще не понимают, где они находятся, с кем они разговаривают, что они говорят. Вот вам еще один пример. Я знаю, что это пример может быть немножко уже избитый, но тем не менее это пример. Мэр города Чикага Лори Лайтфуд была поймана на том, что она к себе в офис пригласила парикмахера, чтобы та ее покрасила, постригла, привела ее в порядок. Рассчитывая на то, что об этом никто, конечно, не узнает. Но мы же знаем, что ничего в политике в тайне удержать ничего не удается. Так вот, кто-то сделал фотографии, и эти фотографии попали, конечно же, в прессу. И вот тут Лори Лайтфуд вдруг сказала такую, ну, я считаю, изумительную вещь, просто изумительную. А что вы думаете? Я являюсь лицом, фасадом города Чикаго. Я должна выглядеть прилично, я должна, я не могу показаться на людях с пробивающейся сединой. То есть, дорогие наши женщины, вот все то, что происходит сегодня с вами, а мне, как совладельцу салона Hair Salon или салона красоты, я прекрасно понимаю, через что вы проходите с тем, что вы не можете нормально покраситься, вы не можете нормально постричься, вы не можете нормально привести там свои ногти в порядок и так далее. Так вот, то, все то, что происходит с вами, это абсолютно никого, то есть, это не интересует Лори Лайт. Вот почему? Потому что вы не являетесь людьми, о которых вообще есть смысл задуматься. Вот вы можете сидеть дома, вы можете жаловаться своим близким, своим друзьям, что вот посмотрите, в кого я превратилась, посмотрите. Это же вообще непонятно. В то время, когда вот это наш фасад нашего города, я не знаю, кто и сказал, что она фасад нашего города, потому что у нас в городе есть намного более приятнее фасады. Так вот, она считается человеком важняком, понимаете, но в это же время она загоняет вас по домам и не дай бог вам выйти на улицу. Ну, вот где-то примерно так. Давайте сейчас быстренько примем звонок и уйдем на рекламу. Добрый день, вы в эфире. Толик, привет, это Олег. Да, привет, Олежка. Самое интересное то, что она пригласила парикмахера домой, но разницы, что до стрижки, что после, никто не увидел. Да, теперь по поводу Фрискера, я не знаю, говорил ли ты об этом или нет, потому что я подключился посередине разговора, мы говорили об этом в прошлую пятницу с Сережей, а он насчет масок, на которые он потратил 17 миллионов долларов, которые оказались совсем непригодны. тогда возникла полемика на интернете с одним из наших известных адвокатов, я, наверное, уверен, ты знаешь, о ком я говорю. Я тоже думаю, что я... так, когда мы сказали, что как компания в дисплейсе предлагала свои услуги, он отказался, значит, этот адвокат сказал, что это сказки, это чепуха, что это за компания, и я ему написал, эта компания находится в дисплейсе, эта компания выпускает костюмы, эта информация есть на интернете, я не помню название компании, вы можете посмотреть, а вот теперь скажи, почему он отказался это делать, я имею ввиду, отказал предложение этой компании и потратил 17 миллионов, сколько интересов он положил себе в карман за эту сделку. Гриношка, так я тебе скажу больше, на сегодняшний день, значит, вообще на интернете маски стоят где-то от, там, от 5 до 12 долларов за маску, я нашел в одной компании, если ты покупаешь 250 масок, ты за это дело платишь 355 долларов, то есть там доллар 47 маска, но я тебе скажу больше, я боюсь покупать, я бы купил этот пакет для салона, но я боюсь, потому что, а что если это вот этот вот дерьмо, которое они купили за 17 миллионов и теперь пытаются от него как-то избавиться, которое не работает. Совершенно верно. Я тебе клянусь, я боюсь. Самое лучшее, Толик, взять трусы, разрезать, тишить себе маски. Ну, просто надо удостовериться, что они чистые, потому что иначе можно еще больше себе наделать делов, так что. Ну да. Давай, Олешка, будь здоровьем, держись там. Да, дорогие друзья, давайте мы уйдем на рекламную паузу, а потом вернемся и обязательно продолжим. Оставайтесь с нами. Мы возвращаемся в наше неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона в студии 847-400-5200 и мы принимаем очередной звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господа. Я хочу немножко вернуться к такому событию, которое мы перелили. Я недавно прослушал встречу Гордона с Виктором Шокем генеральным прокурором. Так если эти мудаки потратили столько миллионов, за которые можно было осчастливить кругосветным путешествием всех пенсионеров Америки, так вот он живой свидетель, те, которые называют имена, события, время, когда оно произошло. И это почему-то никого не заинтересовало. Он прячется уже, он уже боится, что его, так сказать, достанут эти самые байденцы и прочие. Но, как видите, оно абсолютно на данный момент никому не нужно. И если, не дай бог, мозги не ставят на место, то кирдык будет Америки крупным планом. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Я хочу вас поправить, Анатолий. А где вы видели воду бесплатную в кране? Сколько надо платить за нее? Это не значит, ваше кредит бесплатно. Сколько приходит бил на воду? Это тоже не бесплатная в кране. Да, вы правы, потому что я тоже плачу за воду. Пилоти мне уже бог дал 80 лет. Если 80 лет женщине не накрасить полтора месяца, она уже бабу играть без грима. ее украсят, она уже улыбнулась, правда, не улыбнулась. Мосты свои показывают хорошие, которые у нее стоят во рту. 80 лет девочка работает. Ни встали девушка, надо отдыхать уже, пойти. Парников нянчить. Ну да, нет, вы же знаете, демократы, как и коммунисты, их только выносят вперед ногами. Никто сам с поста не уходит. Поэтому, к сожалению, что можно сделать с этим? Вот, посмотрите на Гинсбург. Спасибо вам большое за звонок. Итак, у нас есть еще звонки, давайте будем принимать. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Вы что-то еще хотели сказать о Кортес Акассии? Да. О беседе с Коума? Вот, хотел бы послушать. Обязательно, обязательно. Спасибо большое. Так вот, давайте прямо к этому и перейдем. Акассия Кортес, наша гениальная бармен, я так понимаю, что она, ну, я вам скажу так, если она такой же бармен, как политик, то я просто, ну, сочувствую тем людям, которые заходят в ее бар или заходили в ее бар выпить и расслабиться. Так вот, вот это наша умная безголовая Кортес, которая в свое время плакала везде на камеры в том, что ее перевезли в Вашингтон, но у нее денег нет купить диван, и ей приходится спать на матрасе на полу. Вот это вот наша миллионерша, она вдруг сказала такую умную мысль, она не понимает, как Трамп, когда говорит о том, что нужно освобождать Америку, в то же время выгоняет людей на работы, как тех рабов. Нормально? И в ее понятии это не укладывается, поэтому она считает своей вот этой дебильной башкой, что даже если решат открыть бизнесы, и Америка должна будет, или американцы должны будут вернуться на работу, то американцы должны сказать этому, нет, мы на работу не пойдем. Ну, вот то, что сказала Акасия Кортес. Теперь у меня опять же появляется вопрос, вот этот недоделок, она получает 174 тысячи в год, вот вы мне скажите, за что? То есть, я уже даже не говорю о том, что я завидую просто черной завистью, потому что действительно быть настолько дебильным и получать 174 тысячи, это вообще непонятно. Ни в одном предприятии частного сектора она не то, что не смогла бы получить эти деньги, она бы вообще не смогла устроиться на работу, чем она уже это доказала, потому что когда она вышла из колледжа с образованием, с высшим образованием, причем она вроде бы должна быть какой-то типа экономист, так вот после этого не дня, 6 лет она не дня не проработала по специальности, по своей полученной специальности, а стояла в баре и наливала дринки. Так вот скажите мне пожалуйста, вот это ничтожество, вот это, я не знаю как ее назвать, какими словами, человек, который вообще из себя ничего не представляет, не понимает, вообще по-моему она не понимает где она находится, с кем она разговаривает, кому она толкает вот эти речи, так вот это ничтожество считает, что даже когда людям разрешат идти на работу, они должны сказать нет, но вот теперь у меня к вам вопрос, как вы относитесь ну вот к такому тезису, давайте с вами поговорим, добрый день, вы в эфире, Толя, здравствуй, это Евгений, да, Женечка, привет, да, ты там что-то нажимаешь, какие-то кнопки, или кто-то набирает у тебя дома там, я хочу перед тобой извиниться за то, что я когда-то засомневался в том, когда ты начал предъявлять претензии к этим врачам, которые якобы ошиблись, я вот провел параллели, я конечно извиняюсь, я убедился, что ты был таки прав, в каком плане, я смотрю, вот когда они заказали репорт в Англии, и он там определил 2,5-2,5 миллиона погибших, я вспомнил, что они заказали репорт тоже у английского шпиона по поводу Трампа, потом они направляют сюда на экспертизу, якобы со стороны пришел этот репорт экспертиза, говорит, да, но будет 240 тысяч, то есть в этот же момент Пелоси и все остальные кричат, нет, мы любим китайцев, никаких закрытий страны не может быть, они тянут, чтобы свалить Трамп, и вдруг они ошибаются, я вот задаю вопрос, как можно было ошибиться в 40 тысяч раз? Ну да, в 40 раз, в 40 раз, я понимаю, да, я понимаю, и получилось так, что как они, я чувствую, что это тоже самая компания работает опять же на закрытие страны, теперь то боялись закрыть страну, якобы боялись, а сейчас они не хотят ее открывать, чтобы только свалить Трамп. естественно, это самые действия, Толя, да, да, причем самое интересное то, я засомневался в тебе, думаю, как ты можешь такого фути, или фути, это, да, фаучи, женщка, поверь мне, не ты первый, не ты последний, поэтому я к этому привык, ну, все-таки, ничего страшного, главное, знаешь, как говорят, главное, чтобы мы всех потом в дальнейшем пришли к одному общему знаменателю, все, а какими путями мы сами разберемся, так что, спасибо тебе огромное, спасибо, будь здоровенький, да, держись там, держись, пока, так вот, ну, кстати, насчет вот этих всех показаний коронавирусов и так далее, еще одна такая небольшая ремарка по поводу нашего Притцкера, который недалее, как вчера, решил, что вдруг он стал врачом, специалистом, вирусологом и сказал, а я считаю, что мы еще в Чикаго пика не добились и как минимум следующие, то есть, до 15 мая нам придется подождать, у меня вопрос, ну, где-то у этих дебилов, политиков, вообще, башка где-то работает по поводу того, чтобы сказать, знаете, я не специалист, но вот врачи, которые там такой-то врач, такой-то врач, вот мои советники, они мне подали репорты о том, что вот они еще считают, как можно ляпнуть вот этому абсолютному не хочу, все, больше не хочу его обзывать, но как можно ляпнуть такую вещь, а я считаю, что мы еще не достигли, кто ты такой, чтобы считать, что происходит в мире здравоохранения, в мире здоровья, в мире борьбы с вирусами, кто ты такой, чтобы вообще что-то считать, что ты вообще знаешь в том, что сегодня происходит в этой стране, кроме того, что тебя хорошо научили воровать деньги, распиливать бюджеты и уходить в сторону, не отвечая на вопросы о недостаче, вот кто он, не понимаю, добрый день, вы в эфире, здравствуйте, Толя, да, здравствуйте, вы все время говорите, что никто ничего не понимает, а у меня к вам вопрос такой, вы говорите о том, что вы потеряли работу и все, в то же время вы работаете на радио, и в то же время вы на одной из передач, когда только началось с безработными, вы сказали, что идите быстрее, потому что денег не будет, я уже с сыном зарегистрировался, скажите, как вы зарегистрировались, если вы имеете работу? Феликс, я очень сильно себя сдерживаю для того, чтобы не назвать вас тем словом, которое вы заслуживаете, поэтому я буду вежливым, во-первых, я не сказал, что я стал на unemployment, это раз, я сказал, что я с сыном, я помог своему сыну зарегистрироваться, Ничего подобного, вы сказали, что вы вместе с сыном. Ну да, я вместе с сыном, мы сели за компьютер, и я ему помог зарегистрироваться, я ни слова не сказал о том, что я пошел на unemployment, это раз, во-вторых, все то, что я сказал по поводу того, что идите быстрее, потому что в штате не будет денег, я это повторяю еще раз, знаете, почему? Потому что на сегодняшний день в штате нету денег, нету, и это говорит самый ваш любимый Притцкер, он сам говорит о том, что у него в департаменте unemployment, у него нет денег, и он ждет дотации от федералов, которые должны пополнить казну именно там, где касается unemployment insurance, на что я задал вопрос, не ему, а риторический, скажите мне, как может получиться так, что штат, который собирает с меня часть налогов на unemployment insurance, вдруг у штата не хватает деньги, как такое может быть, кроме как взять и те деньги, которые они собирались с меня на unemployment, они же не знали, что такая вот байда приключится, что будет такой форс-мажор, взяли деньги из аккаунта или из счета unemployment insurance, и потратили раздеребинили их на что-то другое, так как они делают со всем остальным, с налогами на бензин, с налогами на сигареты и так далее, вот у меня был вопрос, как такое может произойти, если вы мне платите деньги, даете мне деньги и говорите, Толик, держи, вот я тебе даю сумму там 10 тысяч, я тебя прошу, держи, на случай, если у меня что-то произойдет, я попрошу тебя, ты мне ее там отдашь, и вы приходите ко мне и говорите, Толик, там мне нужны деньги, а я вам говорю, а у меня этих денег нет, как такое может быть? Очень просто, когда люди, которые не должны получать unemployment, становятся на unemployment. А как они получают, если они не должны, как они получают? Вот так, как вы получаете. Ой, дурак. Еще раз, я не получаю unemployment. Слышишь меня? Или ты не врубаешься в это никак? Очень слышу. Я слышал, как вы говорили, что вы стали в очередь на ночь. Ладно, все, дорогие мои, если вы ждете деньги от unemployment, или вы ждете деньги где-то у нас в штате, будьте очень внимательны в том и следите за тем, что происходит с вашими выплатами. Почему? Потому что я не пытаюсь поднять панику, я просто пытаюсь вас предупредить о том, что в нашем штате или иной возможно абсолютно все. Поэтому, если вы что-то должны получить и вы не получаете, пытайтесь разобраться в том, почему вы до сих пор это не получили и когда вы это получите. Потому что просто так это не то есть сидеть и ждать это не самый лучший вариант, особенно в нашем штате. Ну, Феликсу я могу сказать только одно. Люди обычно прожив какую-то часть жизни, только если у них не случается маразм или деменша, они как-то набираются опыта, набираются ума, набираются мудрости. Такое впечатление, что Феликсу на сегодняшний день где-то лет 5-6. Ну, это все, что я могу сказать по его поводу. Итак, дорогимый, спасибо вам огромное за то, что слушали меня, за то, что были со мной, за то, что участвовали в наших разговорах. Я знаю, что все линии горят, к сожалению, ну, просто нет времени. Поэтому будьте здоровы, мы с вами услышимся уже на следующей неделе, дай бог, будет все в порядке, все будет нормально. Ну, а коронавирус, я не знаю, может быть, мы все-таки как-то победим, я даже в этом уверен. Поэтому будьте здоровы, берегите себя и своих близких, и не отчаивайтесь, все равно все будет в порядке. Всего хорошего.